Добрый день, здравствуйте! Здравствуйте! Значит, сегодня, прямо вот сегодня было тяжело, что с утра выключили воду, но это не связано с войной, это происки нашего водоканала, что-то там ремонтировали. А вчера вечером действительно бабахало, много бабахало, сильно бабахало. Но, опять же, понимаете, это звуки войны. То есть со временем люди к звукам войны привыкают, они, безусловно, реагируют. Да, вот мы, допустим, когда-то собирали подписи за предотвращение против застройки в нашем горсаду, и там были девочки с Луганской области. Ну, как девочки. Взрослые женщины называли мы девочками. И когда там начали петарды взрываться, вот по ним было видно, как они реагируют на эти звуки войны, что они застали обстрелы. Вот. Ну, сегодня с утра увидел те же самые сводки, что было много шахедов, часть не избили, часть залетела. Ну, больше, кроме того, что я слышал и то, что я читал, ничего не могу по этому поводу сказать. Воду выключили не из-за этого. Ну, что-то мирное, в конце концов, есть в этом спокойном отключении воды водоканалом. Правда, Юрий? Вот что-то сразу такое, и старой какой-то жизни такой вдруг. Если возвращаться к звукам войны, да, то интересная история. Вчера одна из известных российских позиционных аналитиков, Мария Снеговая репостнула очень интересный пост. Некто Корнаухов, который ведет шоу Соловьева, опубликовал у себя на телеграм-канале очень интересный такой пост, да. Я его процитирую. «Думаю, кого из нас они убьют следующего. И где? При выходе из дома, сбросом квадрокоптера в окно, или подрывом машины. Сколько нас останется живым к концу СВО?» Ну, так он написал СВО. Повторюсь, Корнаухов, он ведущий шоу Соловьева, и вот такое тревожное для него сообщение, пост написал он после убийства Татарского. Вот это очень, мне показалось, это очень интересно, я хотела бы с вами это обсудить, потому что вот вдруг оказалось, что даже находясь в Санкт-Петербурге, можно не чувствовать себя спокойно. И будет ли это знаком для очень многих, что теперь жизнь для них тоже радикально изменится? Вот, честно говоря, мне понравился этот пост, вот, чтобы знали, да, что нигде не будет им спокойно за все, что они сделали и делают. Ну, что касается пропагандистов, то я за иллюстрации и прочие такие вот замечательные вещи, потому что они, безусловно, непосредственные участники агрессии. То есть без них люди не снялись бы, не бросили свои семьи, не поехали бы убивать и умирать в другую страну, потому что это просто нерационально. Как для российского общества это нерационально, вот эта война с Украиной, так она нерациональна для каждого отдельного россиянина. Вот, это в интересах Кремля, но Кремль всегда воевает. Но я бы хотел как раз вот этот текст, этот пост, о котором вы говорили, рассмотреть его с точки зрения истории. У меня был такой онлайн-знакомый, преподаватель курсов Балашихи. Это курсы КГБ СССР подготовки диверсантов. Ух ты! Какой всем уже был знакомый, Юрий? Они профессионалы. Ну, в 90-е годы, знаете, уже развал Союза, уже вот эти все секретности они прошли, и люди общались открыто в 90-е. Вот, он написал книжку. И в этой книжке он вспоминает, как к ним приезжал на курсы, выступал перед преподавателями Судоплатов. А Судоплатов, собственно, в сталинское время он руководил этими диверсантами. Ну, и Судоплатов эмоционально рассказывал, что да, мы убивали, мы убили многих, но это были враги. Вот, и тот же комментарий, собственно, от преподавателя курса диверсантов, что за время от службы Судоплатова было более двух тысяч таких вот заказных убийств врагов. Если мы поделим время службы Судоплатова там в НКВД, в НГБ на количество врагов, то мы получим, что вот эти вот заказные убийства, они были в среднем одно-два в неделю. А вот теперь представьте себе, это тоталитарная машина, которая мало того, что в России никуда не исчезла, которая сейчас захватила власть в стране и сделала орудием собственных преступлений. Вот, она совершала и совершает какое-то количество убийств, политических убийств, заказных убийств, каждую неделю, это рутина, для людей это работа. Не просто работа, это их этому учили, в том числе и на этих курсах. Тот же в Германии, который убил там грузинского оппозиционера или чеченского, я уж не помню, но вот задержали. Он перед этим в этой же Балашихе проходил обучение. Это было там несколько лет назад. Вот, а теперь представьте себе, что вот есть машина, есть работа, есть люди, которые такими убийствами занимаются. Мы знаем только маленький-маленькую верхушку Айсберга, когда там отравили одного известного российского оппозиционера, когда отравили там британских граждан, в том числе один из них был, там перебежчик из советских еще спецслужб. Вот, большое количество, мы не знаем, после отравления Навального на самом деле было расследование о том, что вот эта вот машина убийства, она в том числе отравила и прокремлевских политтехнологов, пропагандистов. И вот, с одной стороны, эта машина задумывалась для того, чтобы обеспечить безопасное государство. С другой стороны, ее функционирование, постоянное функционирование, оно уменьшает безопасность. Во-первых, ну вот по мере старения, эта машина, если раньше там она где-то Троцкого в Мексике убивала, то сейчас она все чаще и чаще, мы видим, что она убивает внутри России, российских же граждан. По периметру России в соседних республиках она есть. Вот, это первое, то есть вот эта машина репрессий, она, если раньше работала далеко от советских границ, а внутри Брежневского СССР, мы были за мир там, мир дружбы Живачевых, то сейчас она все ближе и ближе, ее работа приближается к Москве по мере старения и по мере исчерпания ресурсов. Плюс эта машина создает огромное количество людей, у которых убили близких, на войнах, на вот таких вот заказных диверсиях убийств. И это тоже риски для россиян, потому что эти люди, наверное, они недовольны, и, наверное, у них есть причины ненавидеть и желать смерти тем, кто участвовал в убийстве их близких. Вот это то, что я хотел сказать из истории. Еще раз, смотрите, раньше, раньше, это было где-то далеко в Мексика, а в СССР был мир дружбы Живачка. И те же пропагандисты, которые вещали в СССР, они были уверены в своей защищенности безнаказанности. По мере старения эта машина все ближе и ближе действует, собственно, к Москве, уже в российских границах. Уже и войны ведутся по периметру российских границ. Грузия, Молдова, Армения, Украина, Азербайджан. И сами заказные вот эти политические убийства, они все больше и больше, вот эти репрессии, они все больше и больше подходят, собственно, заходят внутрь границ России. И рано или поздно участникам этого процесса они будут переставать чувствовать спокойствие, чувствовать себя защищенными. из-за того, что они принадлежат этой машине. Ну, в частности, вот то, что вы говорили о пропагандистах. Давайте попробуем, вот мы не раз с вами проводили такие эксперименты, давайте попробуем взять вот этот случай и посмотреть, какие последствия он может иметь с точки зрения пропаганды. Потому что вчера уже прозвучало очень-очень много версий, и вот сразу очевидно, как Россия это пытается использовать. Ну, что из последнего там? Это то, что украинцы это все сделали и использовали либерально настроенную... Визитка Яроша. Ну, да, что-то из этой серии. И использовали вот такую замечательную, чудесную, либеральную, настроенную девушку, вот ее руками они это сделали. Вчера часть россиян даже, которые называют себя либеральными, вдруг сказали, ну, как же так, вот ни за что теперь девочка пострадает и так далее. То есть это первая линия была. Вторая линия была, что давайте введем срочно смертную казнь, не будем их всех карать, да, потому что вот все они такие. Вот, и даже либералов, которые вот в этом участвуют, чтобы они знали. То есть идет сразу какая-то многоуровневая такая пропаганда. Вот, давайте попробуем в этом разобраться. Еще вот интересно, почему все-таки они убили, ну, как бы своего известного, если это они сделали, если спецслужба, да, если полагать исходить из этого. Если это сделал кто-то другой, то это другая история, да. Но, тем не менее, очень много вот всякого интересного там вокруг. Да, вот вы задали хороший вопрос. Единственное, что я буду отвечать на него не с точки зрения версии. Ну, во-первых, времени мало прошло. Во-вторых, на самом деле это неинтересно. В любом случае версии будут вбрасываться пропагандистами разные, противоречивые, потому что это всегда так, да. И в любом случае, ну, понятно, за два дня не будет никакого расследования, мы ничего не узнаем. То есть делать какие-то предположения, опять же, внутри боевой пропаганды, это бессмысленно. Давайте сверху на это посмотрим. Давайте, вот это интересно, да. Вчера я услышал экс-депутата Госдумы Ильи Поломарева признание о том, что это сделали российская оппозиция, российские патриоты. А вот, вчера он это сказал, значит, мы на Ютьюбе это слышим. Вот, смотрим на это сверху. В нормальной стране оппозиция участвует в политической конкуренции, она участвует в элитеральных процессах, в свободных выборах, иногда где-то побеждает, иногда где-то проигрывает. Вот, плачет, значит, пишет новые программы, новые концепции, новые визии и ждет следующих выборов. Это нормально. В тех странах, где позицию отлучают от электоральных процессов, от политики, да, она, ну, грубо говоря, она уходит в подполье и начинает работать подпольными методами. Опять же, я не хочу рассматривать эту версию, там, было, не было, там, прав или я, не прав. Вот, но, да, вот, само понимание того, что в подполье оппозиция может действовать подпольными методами, я хочу, чтобы вот у наших зрителей оно, ну, пришло. То есть, если в России оппозиция запрещена, понимаете, все равно люди, которые имеют другое мнение, левые, правые, там, либералы, совершенно неважно, имперцы даже будут действовать такими методами, если они будут отлучены от политического поля, от свободы в ИСК. Это первое. Второе. Несколько дней назад я слушал большое интервью Александра Узан, это декан, по-моему, экономического факультета МГУ. Вот он рассказывал, он говорил о том, что в России было два типа вот такого негласного общественного договора. В России имеется в виду после прихода нынешнего президента. Первый. Мы вам обеспечиваем достаток в обмен на ваши свободы. То есть, вы не лезете в политику, а мы делаем так, чтобы вам хорошо жилось. Эта штука работала, пока достаток рос. Когда достаток перестал расти, соответственно, доверие, поддержка этого президента и этой власти начала падать. Она перестала расти и потом начала падать. И с 2014 года включился другой тип общественного договора. Мы вам обеспечиваем величие в обмен на то же самое, на ваши свободы, на то, что вы не лезете в политику. И действительно, после этого достаток все время падал, но величие как бы росло, и поддержка росла вместе с величием. Вот незащищенность людей близких власти, дорогая цена за вот эту легкую прогулку и Киев за три дня, гораздо более дорогая, чем вот это величие, это взятие Киева, они предполагали сначала, она со временем, вот эта цена, она приведет к тому, что величие перестанет расти, начнет падать, и поддержка тоже начнет падать, и власть в Кремле должна будет искать другой тип общественного добра. Мы уже сейчас наблюдаем, на самом деле, как этот тип будет выглядеть. Это репрессии в обмен на то, что вы не будете участвовать в политике. Если будете, вы получите больно, вы получите ай-яй-яй. Сейчас в тюрьмах освободилось 50 тысяч мест, и вы попадете в эти тюрьмы, на эти швабры, на эти пытки. Это тот общественный договор, который сейчас вот уже начинает как бы появляться в России по каким-то внешним признакам. Вот теперь, если позволите, давайте немножко расширим рук людей, которые так или иначе являются пропагандистами. И вот буквально днями Игорь Геркин, Павел Губарев, этот донецкий коллаборант, Максим Калашников и другие заявили о создании так называемого клуба раздосадованных патриотов, а также выпустили свой, не побоюсь этого слова, манифест. Что же они главного там сказали в этом манифесте? Они сказали, что, цитата, мы движемся, мы это Россия, к военному поражению, мы, это Россия, влезли в длительную затяжную войну, в которой наша экономика оказалась совсем не готова. К ней оказалась не готова и армия, и политическая система. Вот как так получается, что для одних репрессии в обмен на свободы, новый общественный договор, о котором вы говорите, на одних распространяется, а вот на других нет. Что это за люди, такие как Стрелков? Почему им можно говорить то, что они говорят? Являются ли они какими-то лицензионными, я не знаю, там, так называемыми оппозиционерами? Или кто они? Кто эти люди? И какова их роль в сегодняшней политической машине? Ну, с точки зрения администрации президента Российской Федерации, их роль действительно оппозиция. Это оппозиция справа. То есть они критикуют президента, они критикуют Генштаб за мягкость, за то, что недостаточно бомбят Украину, недостаточно хорошо воюют, недостаточно убивают этих украинцев. Мало призывают, значит, Гиркин там всегда жалуются на то, что ну как же так, мало людей идет, значит, на войну за этот русский мир. О том, что им можно, это абсолютно ситуативная вещь. Весной 2014 года, когда Гиркин был во всех телевизорах по своим севдонимам, Стрелков, у него там узнаваемость, поддержка была, ну там, то есть он мог бы участвовать тогда в президентских выборах и занять какое-нибудь второе место. Да, вот этот образ, который фармировала пропаганда. Потом его из телевизора вынули, и про Гиркина никто не знал. Ну, как те, кто были, как бы, причастны, они помнили, но обычно россиян, ну, Гиркин, спросили на улице, узнаваемость, скажем так, упала, не говоря уже о поддержке. Сейчас, скажем так, их снова допустили к вот этой вот оппозиции справа. Да, что нужно еще сильнее, не надо жалеть, значит, этих вот. Когда генштаб говорит, мы, значит, медленно продвигаемся, потому что мы бережем жизни мирных жителей, мирных украинцев. Вот, в это время вот эта самая позиция не надо и беречь, там, давайте, там, поубиваем всех, значит, быстренько и отвоюем наши исконные территории. В любой момент, в любой момент, это может поменяться. Опять же, 15-й год, 15-й год, это когда ФСБ и те же самые российские ЧВК зачищали Донбасс, всех этих непримиримых, идейных сторонников русского мира, в том числе и убивая физически, сажая их в тюрьму. То есть многие лидеры, вот эти атаманы, вот этой русской весны на Донбассе, они тогда погибли не от рук украинских военнослужащих и украинских спецслужб. Как на любой войне их зачистили российские спецслужбы и Прокси. То же самое может быть сейчас вполне. То есть завтра, а, их могут подстранить от телевизора. Вы когда последний раз видели какой-нибудь тикток Рамзана Кадырова? Как-то вот да. Как-то вот он исчез из информационной повестки и все. И его нет. Их в любой момент могут, от средств массовой информации, и в любой момент их могут репрессировать. Любого из них. И правых вот этих русских националистов этот же режим репрессировал не раз волнами. Это было просто. Он их использует, но использует инструментально. Не потому, что он верит в то, что они говорят, или укрепляет идеологию. А потому что сейчас, конкретно на этом этапе очередной войны, эти правые нужны, эти националисты нужны, эти имперцы нужны. И как только они будут представлять опасность, их спишут вычислить. Ну вот так называемые имперцы, они ведь тоже понимают, ощущают на уровне, наверное, инстинкта, для чего они нужны и что они делают. Вот насколько они сейчас, как вам представляется, в России, я бы не сказала популярны, да, а имеют какую-либо поддержку там среди спецслужб, которые могут их крышевать и все прочее. То есть насколько вот этот пласт этих людей, насколько они, ну, не просто такие себе вот болтают, что хочу, а завтра меня, ну, там, убьют, условно говоря, там, и ничего страшного. Так они могут, они же так не думают наверняка, да. То есть насколько вот они сейчас, ну, вот слово популярны не то, да, а вот насколько они сейчас, ну, если хотите, влиятельны в каких-то кругах. Вот, может быть, так. Спасибо за вопрос, Людмила. Давайте поделим, разделим ваш вопрос на две вещи. Первая идеология, вот эта, да, правоимперская, насколько она популярна среди силовиков России и спецслужб. Да, популярна. Насколько вот те, да, говорящие головы, которые сейчас озвучивают эти идеологии, они пользуются поддержкой, допустим, там, у российских силовиков. Ни насколько. У российских силовиков никто не пользуется поддержкой. Запомните это раз и навсегда. То есть завтра любого брата свата, если будет указание сверху, что надо, значит, защемить, посадить, прессануть, посадят, прессануть. Ничего личного там нет. Ничего, что касается поддержки конкретного человека, вот, там, знаю, его позиции, его ценности. Этого в силовых структурах Российской Федерации нет. Завтра скажут самого-самого-самого-самого популярного посадить, отравить, придумать ему какую-нибудь визитку Яроша, посадят, отравят и те же пропагандисты, которые сейчас с ним воюют с одной стороны фронта, ему вот эту визитку Яроша нарисуют. Вот вы очень хорошо говорили о том, что, вот, какие ощущения, да, внутри, и мне показалось, что тут есть такое понимание ощущения опасности. Вот это ощущение опасности, о которой писал вот этот вот ведущий Соловьевского шоу, да, наверняка ощущение опасности, оно начинает появляться и у российских элит, потому что, когда захлопывается мышеловка, то как бы, да. Плюс еще вы очень хорошо сказали, что у российских силовиков никто не пользуется поддержкой. То есть такое складывается в России, похоже, такая картина, где под ударом все. И вот насколько вот эта концентрация ощущения опасности может приводить к каким-то, если хотите, к политическим порывам, к политическим инициативам. Я не буду говорить слово «изменением», да, тут вряд ли, а вот каким-то таким импульсом. Вот может быть даже хорошее слово «импульс». Значит, единственное слово «опасность», давайте мы от него перейдем опять же к социальному договору, к общественному договору. Вот как работает общественный договор? Общественный договор – это вообще обмен ожиданиями, да? Обмен, обмен ожиданиями. Да, обмен ожиданиями. Власть ожидает, что вы не будете лезть в политику, что вы будете лояльны. Население ожидает, ну, в первом общественном договоре роста благосостояния, во втором – роста величия. Нормальный обмен ожидания. Если это величие по каким-то причинам не станет расти, ну, например, из-за действий вооруженных сил Украины, да, вот, если цена этого величия будет повышаться, а количество вот этой присоединенной территории, которая, значит, вот это величие тешит, оно будет, не будет увеличиваться, либо даже будет уменьшаться. Значит, нормальный процесс, когда люди с той стороны общественного договора, да, они чувствуют неудовлетворенность и сантимент. Вот, когда вот этот пропагандист говорит о, пишет о том, что он перестает чувствовать себя в безопасности, это вот такой вот отклик на нарушение общественного договора. Если мы там сейчас будем говорить о телефонном разговоре, опубликованном одного российского крупного продюсера и российского крупного бизнесмена-миллиардера, то они там тоже говорят фактически о нарушении общественного договора. Что вот эти вот и вот этих обитателей Кремля другую сторону договора общественного. Они называют нехорошими словами. Они затеяли что-то, и вот, да, наша часть общественного договора, что мы тут должны в области повышать и величие повышать, она нарушена. Они говорят именно об этом. Они не говорят о том, что убивать украинцев плохо. Они не говорят о том, что агрессивная война – это плохо. Да, если бы все это произошло, у всех украинцев поубивали, агрессивной войны была достигнута победа, величие выросло, благосостояние, ну, как минимум, не уменьшилось, они бы сейчас радовали, хлопали в ладоши обитателям Кремля. Но поскольку они уже видят нарушение вот этого негласного обмена ожиданиями, их ожидания были обмануты. Это разговор именно об этом. Смотрите, если нарушается какой-то общественный договор, дальше переходим к политическим последствиям, значит, снижается потихонечку поддержка населения. Они могут в соцопросах об этом не говорить. Тот же вот этот продюсер, он буквально через день выскочил, сначала сказал, что этот разговор не мой, а потом сказал, что он мой, но это же мы говорили на кухне, а публично я поддерживаю нашу лидера. То есть, может быть, мы этого не увидим в соцопросах, но это все равно будет происходить. Это первое, что я хотел сказать. То есть легитимность существующей власти в Кремле будет падать. Эту власть можно будет с помощью репрессий. Возможно, еще долго. Мы не знаем, когда это произойдет. Это первое, что я хотел сказать. И второе, наблюдаемое явление. Вот эти изменения, неудовлетворенности ожиданиями от общественного договора, они сейчас в России происходят очень быстро. Динамика этих изменений очень высокая. Еще раз, не знаем, когда, но знаем, что быстрее, чем если бы войны вообще не было, и гораздо быстрее, чем если бы она закончилась взятие Киева за три дня. Эти изменения происходят, и к чему-то они приведут. Либо при жизни нынешнего руководителя Российской Федерации, либо после смерти диктатора какие-то изменения должны произойти. Институт изучения войны интересную информацию озвучил, что у высокопоставленных чиновников и руководителей госкомпании России забирают паспорта. Таким образом, греблемский режим пытается препятствовать бегству элиты из страны. Ну вот, процитирую, как это подает Институт изучения войны. Спецслужба России изымает паспорта у высокопоставленных чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы ограничить их полеты из России. Ну, опять же, давайте через историю. Давайте. Прямо через историю этой войны. 2014 год у ФСБшников и силовиков отбирают загранпаспорта. Да? Это было? Да. Открыть прямо новости 2014 года. И у силовиков отбирают... Тогда вот была проблема с туристической отраслью, оботкрутились какие-то туристические фирмы. И вот фоном прямо в это же время шла новость о том, что у силовиков забирают погранпаспорта. В 2014 году? В 2014 году, когда началась фантазия? В 2014 году, да. Еще раз, переход к новому типу общественного договора, он ведет также изменения, в том числе и такие. В 2022 год. Дружно начинают выпадать из окон и погибать менеджеры «Газпрома» и некоторые другие государственные компании. То есть, еще раз, когда одна из сторон общественного договора является ее ожиданием, элита понимает это уже. Население России в городах, ну, начинает понимать, по крайней мере, после объявления мобилизации, мы видели, да, как они ломанулись, да, до миллиона, около миллиона уехало из Российской Федерации. Вот именно вот этой вот элиты белых воротничков. Население в глубинке, в национальных регионах, до него это позже дойдет, но это когда-то дойдет. И для того, чтобы эти люди сохраняли лояльность, да, в условии нарушения их ожиданий, приходится применять разные типы репрессий. Кого-то сажают отца за детский рисунок дочери. Для элит так не подходит, для государственных, но у них забирают, отнимают загранпаспорта. Для них это тоже нарушение ожиданий. Они зарабатывают много денег не для того, чтобы где-нибудь там в Подмосковье построить себе там замок. Они зарабатывают много денег для того, чтобы получить качественные услуги. Качественные услуги обучения своих детей. Качественные услуги лечения. Они все летают лечиться за рубеж, в западные страны. Качественные услуги отдыха. Качественные там сумочки, всякие ширпотреб, машины и так далее, и тому подобное. Вот ради этого они зарабатывают много денег. Ради этого они улыбаются, значит, и говорят, что мы поддерживаем нашего лидера. И когда у них это отбирают, это тоже нарушение общественного доброго. Оно тоже приведет к снижению легитимности. Когда мы об этом узнаем, когда это выйдет на поверхность, неизвестно. Но рано или поздно это должно привести к политическим изменениям. Юрий, вот я слушаю вас, и вдруг слушаю то, что вы говорите об общественном договоре, и вдруг подумала, что вот в таких обществах, как Россия, в авторитарных обществах, вот этот общественный договор, он складывается между кем? Это вот интересно, да? Мы же видим, что, вот, например, есть Путин, вот как единоличный правитель, да? Есть какие-то люди, очень приближенные к Путину. Есть элита и есть общество. И вот в этом смысле нарушение общественного договора между кем и кем? Между Путиным и народом и элитой. Между Путиным и элитой. Между элитой и народом. Где здесь Путин тогда? То есть, вот, мне кажется, что здесь просто нет простого деления между элитой, как бы, может быть, демократически, да, которая меняется, и там, как бы, более-менее все просто. И народом. А вот здесь вот как-то это иначе выглядит. Вот не знаю, ты почему-то мне показалось. До конца вот мной не понятым хотелось бы это... Смотрите, этот договор – это обмен ожиданий. Везде, где происходит обмен ожиданий, осуществляется такой договор. Например, ближайшее окружение президента Российской Федерации, они ожидают, основное ожидание от их лидера – это то, что он будет разруливать конфликты между ними. То есть, он для них является арбитром. При этом он не является арбитром для, там, кочегара в каком-нибудь городочке либо тракториста в каком-нибудь российском селе. Но им это нужно. Он выполняет эту функцию для топа российской элиты. Он не выполняет для ней функцию обогащения. Наоборот, они, вот, когда мы смотрим расследование, они там дарят его учительнице квартиру где-то в Израиле, они ему там строят дворцы и так далее и тому подобное. То есть, они из своих кошельков финансируют причуды своего лидера. Вот, для более низкой категории элит это могут быть другие ожидания от власти, да, которые они получают и что-то дают взамен. Обычно это лояльность. Лояльность, налоги, в конце концов. Да, мы платим государству налоги. Тоже в рамках какого-то общественного договора. Вот, каждый раз нужно смотреть по отдельности, но общий принцип такой. Сейчас на всех уровнях, либо почти на всех уровнях, ожидания вот с этой стороны, не со стороны Кремля, не со стороны ТОПа, а с этой стороны начинают нарушаться. Если мы вдруг увидим в ТОПе российской элиты, что президент не сможет стать арбитром, ну, то есть какая-то ссора выйдет в общественную повестку, то есть она выйдет наверх, и президент там их не разрулит, не помирит, то это будет нарушение еще одного ожидания, еще одного обязательства, еще одной функции, которую выполняет нынешняя вертикаль, персоналистской автократии в России. Вот это потихонечку, потихонечку начинает, знаете, оно не разрушилось, но оно дает трещинки, и мы эти трещинки видим, они прорываются наружу, такими вот гейзерами прорываются где-то больше, где-то меньше через вот эту залитую лаву автократии. Вот Пригожин и Министерство обороны, это из этой серии или нет? Частично, потому что это полностью контролируемо, а в конце президент показал свою способность, этот конфликт как раз в виде арбитра решить. А разве он решен? Катыров вообще исчез, просто исчез. Пригожина опустили. Если раньше на Министерство обороны наезжал, что они воевать не умеют, а мы вот тут вам сейчас покажем, то сейчас, что они такие редиски, значит, они нам снарядов мало дают. На что Министерство обороны говорят, мы даем вам снарядов как всем, учитесь воевать как все, а не в предлигированных. И выход снова на арену Герасимова. Все это время расстреливали его портреты, Пригожицы называли матерными словами, а потом они перешли в разряд просительных, ну дай, пожалуйста, нам наш маршал великий, значит, снарядов мы вот жалуемся нашему великому президенту, что нам маршалы снарядов не дают. Да, то есть расстреливание портретов, матерные слова, либо вот такая вот другая позиция. Вот. То есть это контролируемый конфликт. На самом деле ГГБ, оно еще в советских времен, то есть вот президент Российской Федерации профессионально учился, не столько разруливать конфликты, а сколько поддерживать управляемые конфликты. Вот сеять раздрай и быть там арбитром. Не органические какие-то конфликты, где к нему приходили как, ну, как священнику, грубо говоря, как авторитету. Вот разрулий, как прав мы, прав, кто из нас прав и как. Нет. То есть чекисты, они создавали конфликты, они разжигали конфликты везде. В общественных почитайте просто методички о борьбе с украинским буржуазным национализмом, и там прямо будет написано, как разжигать конфликты внутри этого украинского буржуазного национализма, как туда засылать агентов, которые один на одной стороне конфликта, другой на другой стороне конфликта. Посмотрите, как работают пригожинские тролли, как они раздувают конфликты. Буквально один из дипломатов буквально на днях рассказывал, что в США они создали две группы. Одна, значит, за поддержку мусульман, другая против мусульман. И вот когда эти группы разрослись людьми, реальными сторонниками, противниками, они им назначили встречу, демонстрацию в одном и том же месте, прямо из Питера, вот из этого своего Ольгина, никуда не вставая из рабочего стола, они призвали две конфликтующие группы в одно место. Вот эти вот управляемые конфликты, это то, из-за чего, скажем так, этот режим до сих пор не рухнул. Вот мы вместо того, чтобы сплотиться против внешнего агрессора, мы начинаем воевать друг с другом, а агрессор при этом по необходимости становится на сторону одной из сторон внутреннего конфликта, есть же спровоцирован. Может на сторону Пригожина стать, может на сторону Кадырова стать, может на сторону Герасимова стать. Вот сегодня есть политическая соединенность, можно сделать эту, они сделают эту. Вот еще одна линия общественного договора, мне кажется, интересная, чтобы о ней поговорить, в связи с Кадыровым, да, раз уж вспомнили Кадырова. Ведь если вспомнить чеченские войны, особенно если почитать Анну Политковскую, вот то, что она писала об этих войнах, это ведь страшные войны. И то, что писала Политковская, она в свое время писала о том, что многие поколения будут помнить о том, что там случилось. И эти поколения сейчас, они это активные люди, они многое помнят, у них есть их близкие дети, внуки и многие другие, да, близкие. И вот Кадыров, он выполнял определенную роль. Многие говорили о том, что Россия просто откупалась в Чечне, и вот все выглядело так, как выглядело, потому что Чечня была самым датируемым регионом. Вот если вдруг что-то происходит с Кадыровым, много сейчас спекуляций о том, что он очень болен, и можно было бы не обращать внимания на эти спекуляции, но совершенно неожиданно почему-то Путин сфотографировался рядом с сыном Кадырова. Это было недавно, и фотография стала публичной, что с новой силой вот эти муссирования о болезни Кадырова вызвало к жизни, да. Вот если посмотреть на этот общественный договор, между центром и регионами, Москвой и регионами, вот где-то такие отношения, как может быть между Москвой и Чечнёй, где-то такие, как между Москвой и Татарстаном, какие-то, какие угодно, да, вот они. Но тем не менее, на чём они держались, с вашей точки зрения, держались ли они на вот этих дотациях и на многих других вещах, и есть ли здесь какие-то трещинки по этой линии? И есть ли эти отношения частью такого общественного договора, одной из разновидностей, да, частей? Значит, смотрите, здесь я не специалист, но буду говорить о российских специалистах, которые эту тему исследуют. Где-то два года назад попал на события, организованные будущими лауреатами Нобелевской премии мира. И там говорилось о сепаратизме, регионализме, сетсоционализме в России. То есть кто хочет вообще отделиться, кто хочет больше прав, кто хочет, чтобы меньше забирали в Москву, и мы тут сами будем решать. Значит, ситуация в разных регионах разная. Если мы вернемся к сейчас, то российские политологи, политтехнологи говорят, что Северный Кавказ, Северный Кавказ с большой долей вероятности, после окончания этого персоналистского режима, что там будут проблемы. Проблемы именно связанные с выходом. Слишком разные культуры. То есть слишком все отличается от этого САО. Это первое. По трещинкам. Никуда они не делись, они остались. И тот же Кадыров буквально там в прошлом месяце, по-моему, говорил о том, что, ну, тут я вообще воевал за независимость Чечни. И что тут за ерунда? Вообще, может быть, типа, надо продолжить это замечательное дело. И второе, то, что хотел обязательно осветить, это то, что люди, которые были детьми во время чеченских войск, которые сидели под бомбежками, у которых убили родители, у которых отцов пытали в Чернокозово, они сейчас воюют на стороне Кремля. вот это использование детей войны на стороне агрессоров в прошлых войнах, об этом надо всегда помнить, об этом надо всегда говорить и всегда нужно делать так, чтобы вот это, вот как можно меньше наших детей, украинских детей, детей, которые, будучи украинской политической нацией, чтобы они оказались вот в этих лагерях перевоспитания на стороне агрессоров. Мы видим, что что-то делается, мы видим, что даже обвинение президента Российской Федерации выдвинуто по этой части, по части депортации детей и смены их идентичности. Но об этом тоже надо не забывать, надо область, то же самое было. Те, кто были школьниками в 2014 году, сейчас воюют на стороне агрессоров, хотя тогда они точно так же были под бомбежками и ни в одном самом-самом-самом националистическом регионе Украины ни во Львове, ни в Анфарковской области, нигде, ни в Киеве, где живут там все самые страшные значит эти нацистские лидеры, нигде за это время никого не бомбили, никто не погиб. То есть погибают, выгибнут там и только там, куда приходит пропаганда и войска агрессоров. Вот это вот две вещи, которые я хотел бы сказать. Первое, это дети войны. Второе, да, в Чечне есть трещинки, потому что говорят российские политологи, политтехнологи, на Северном Кавказе есть трещинки всего по России, ситуация разная, но еще раз, в России ситуация сейчас динамичная и очень быстро меняется. Когда и куда она придет, мы не знаем. Юрий, спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Мы вам очень за это признательны. Спасибо большое. Спасибо вам. Юрий Христенцин был сегодня с нами на связи, за что мы им очень благодарны. Конечно, признательны вам, наши спонсоры на платформе Патреон. Оставайтесь. Субтитры подогнал «Симон»